В память о большом этнокультурном событии участники форума увезли с собой яркие воспоминания и памятные сувениры. А вот жители и гости Розаевки смогли приобрести еще и сладкое лакомство. На медовой ярмарке продукция представлена на любой вкус и цвет. Гречишный, липовый и разнотравье, а также мед в сотах, восковые свечи и перга. Большой ассортимент продукции подготовили пчеловоды Розаевского района и соседних областей. А чтобы сделать выбор продукции проще и найти тот самый мед, который придется по нраву, каждый покупатель мог продегустировать лакомство перед его покупкой. Попробовала, но пока особого ощущения я не получила. Я хочу, чтобы у меня першило. А они говорят, маленько погодите, сейчас дойдет. Мне очень понравилась ярмарка, очень вкусный мед. Выставка сумок просто прекрасная. Хотела бы себе приобрести одну из них. Я очень сильно люблю мед. Он такой вкусный и приятный. На этой ярмарке можно его попробовать. Дегустация ароматного тягучего меда хорошо, но не менее интересны и этапы сбора. Вместе с известным в районе пчеловодом Николаем Акимовым глава городской администрации Алексей Домнин провел мастер-класс по откачке меда и рассказал о таком ценном продукте пчеловодства, как забрус. Вот эти верхние ячеечки, очень ценная продукция. Она позволяет меду практически неограниченное время храниться. Ненадолго центральная часть парка стала еще и аллеей мастеров. Умельцы декоративно-прикладного искусства провели для самых юных посетителей ярмарки мастер-классы. А на выбор милых дам представили ассортимент сумок из бисера и ручной работы. Гостями ярмарки стали и главные любители меда. Медведи. Белый, бурый и панда. Ростовые куклы стали участниками всех памятных фотографий. Завершился праздник меда концертной программой на площадке летней эстрады. Музыкальным подарком Розаевцев порадовал ансамбль казачьей песни и пляски «Разгуляй» имени Балабана. Гулей, гулей, глаза, разгуляй, эй, славный край, казачий край, прославляй. Рано, братцы, рано нам на покой. Разгулей, гулей, душа, песни бой. Дарья Боронина, Народные новости.